В Сочи за неделю, за четыре дня, я закрыла 103 сделки. Сама. Для меня, мягко говоря, странно. Спрос есть. Нет, спрос, конечно, есть. Спрос есть. Я же не сказала какую-то новость. Вот хотелось бы в этом разобраться. Здравствуйте, дорогие друзья. У нас сегодня интересное интервью. Дело в том, что мы сегодня будем говорить про лето, про курорты, про Крым и про Сочи. Почему, собственно говоря, я говорю, что это интересно. Дело в том, что у меня внутри, например, до конца не сформировалась какой-то большой симпатии к Сочи. Ну, так уж получилось. Зато я с детства, с моего первого посещения Крыма, с 14 лет, влюблен в этот полуостров. И все те перипетии политические, которые с ним были, они, конечно, меня немножко расстраивали. Но хотелось бы остаться за рамками политики и исходить из того, что касается нашего с вами продукта. А именно недвижимости. И, собственно говоря, у нас в гостях Регина, которая имеет большой опыт взаимодействия с разными, скажем так, регионами, в том числе зарубежными. Про это мы тоже чуть-чуть поговорим. Но в первую очередь она много продавала в Сочи, а сейчас продает Крым. Что конкретно и так далее, и так далее, мы поговорим в самом конце. А начать хотелось бы вот с чего. Крым как территория, условно говоря, для риэлторского бизнеса, для меня, мягко говоря, странная. Почему? Я слышал мнение, в том числе и федеральных компаний, которые туда выходили, работали, потом закрывались, уходили. Я слышал мнение застройщиков федеральных, которые говорят, нет, в Крым мы пока не идем. И не по политическим причинам. А называют основную причину – это развитие рынка. Что Крым отсталый, не работают с партнерами, если мы говорим про риэлторов, очень слабые маркетинговые технологии, слабый продукт. Понятно, что не пускают, есть еще, здесь это решается административным ресурсом. И все вот это, как бы, нету потребителя богатого, нету еще чего-то. Я слышал много причин. Вот хотелось бы в этом разобраться, что называется, из первых уст и поговорить. Соответственно, у меня первый вопрос. Вот мы в кулуарах просто общались, и Регина сказала, что риэлторы вздохнули. Что это значит? Как сейчас обстоят дела взаимодействия застройщиков с риэлтором? Ну, по-разному. Как в каждом городе есть хорошие налаженные связи между застройщиками. Ну, с ими в целом, говорим, да? Конечно, в целом. То есть у нас есть определенная такая должность, как курортный, то есть эксперт по курортной недвижимости. Вот недвижимость, то есть риэлтор, который продает курорт, он должен, ну, обязан знать все побережье. То есть это Сочи, это Анапа, это Геленджик, Новороссийская, обязательно Крым. То есть человек в одном городе сейчас, как бы, уже он, если он работает только по одному городу, он уже не эксперт. К нему уже, да, к нему сейчас малый поток клиентов идет, потому что наш клиент любит выбирать. Потому что цены разнятся, условия разнятся, все застройщики, как всегда, между собой конкурируют. Каждый хочет предложить плюшку послаще, вот, ну, во всех смыслах, поэтому... Такие риэлторы реально есть? Я видел парочку каналов в ютубе. Это не парочка, это целое движение, благодаря мораторию, которая сейчас... Вообще, двигателями торговли по недвижимости, да, это являются сочинские риэлторы. То есть это не секрет. Вот благодаря жилищному конгрессу, вот позапрошлом году, да, когда у нас был мораторий, Сочи, именно сочинские риэлторы, когда наступил мораторий, они сначала продали за три месяца весь город Сочи, всех состройщиков. Да, все, что оставалось. Все, что оставалось. Потом они перекинулись на Краснодар, только исключительно благодаря сочинским риэлторам, с цены 45-50 тысяч за квадратный метр, Краснодар сейчас взлетел до того, что он взлетел. Да, до 100 с лишним. Он взлетел не потому, что какой-то там рынок, что-то изменилось, нет, потому что потоки, то есть небольшое там сообщество риэлторов сделали вот такие продажи. Каждый риэлтор сочинский, он знает все эти регионы, то есть в рамках обучения у сочинского риэлтора это идет обязательно. То есть они знают и Краснодар, то есть каждый офис они продают и Краснодар, и Анапу, и Геленджик, и Новороссийск, и Москву, потому что в Москве очень интересные программы. Просто в Сочи буквально объекты на пальцах одной руки с полной суммой в договоре и со всеми. Это мы говорим про новостройки. То есть мы сейчас не касаемся вторички. А вторички еще темный лес. Еще темный лес, потому что если мы берем Сочи, то там 90% незаконных новостройок. Это тема отдельного разговора, она у нас не раз была на канале. А, вы уже это все разбирали. Да, у нас есть такой один активный риэлтор, который имеет агентство недвижимости в Москве и решил переехать построить дом в Сочи. У него это удалось, но он постоянно критикует весь местный рынок, работает только на суперусловиях для себя. Он может себе это позволить, он не работает с так называемыми серыми и черными объектами, с непонятными ЖП так называемыми. Нет, это Алексей Олешко. Он, скажем так, неактивный риэлтор. У него даже блог называется «Записки сочинского пенсионера». Он себя таким пенсионером называет. И, собственно говоря, мы с ним сотрудничали еще по Москве активно, а потом он переехал в Сочи, мы его несколько интервью брали, они есть у нас на канале. И он рассказывал про этот рынок, что называется, очень сильно его критикуя. Но, тем не менее, все, кто к нему почему-то обращается, он четко рассказывает, как он работает. Но все равно люди продолжают ему звонить, помогите нам продать. И предлагают либо неадекватные цены, либо, если продают, либо купить что-то по неадекватной цене, которую они почему-то видели за миллион рублей. Нас это любят, нас это любят. Ну это давайте, Сочи отдельная песня, давайте вернемся к Крыму. Вы сейчас оцениваете, если говорить, можно в целом, можно отдельно, о застройщиках. Что сейчас происходит с точки зрения нового жилья в Крыму? Для меня было большим удивлением, то есть Крым все-таки он красив природно, но социальная красота там еще только начинает появляться. Что такое социальная красота? Социальная красота, я имею в виду то, что школы, парки, дороги, то, что построил человек руками. И для меня вообще было большое удивление, когда один из известных застройщиков, ну федеральных, зашел, получается, в Евпаторию и начал строить жилье там элит-класса, и у него просто был бум продаж. То есть пир во время чумы. То есть нищета, 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 тут вырастает красивый комплекс, который просто разбирают и все. То есть получается спрос есть. Спрос, конечно, есть. Спрос есть именно на курортную недвижимость, и каждый человек в нашей стране, он хочет иметь кусочек края. Мы когда, по-моему, в 15, нет, не в 15, в 16-17 году там проходили некие мероприятия риэлторские, и мы их, это было наше начало, тоже наше действие, мы их там записывали, транслировали, публиковали, и тогда было ну совсем нечего выбрать, в том числе и по регулярным коттеджным поселкам, их просто не было, существовало там пара-тройка домов в Ялте, но это не считается. Все остальные регионы Крыма вообще были неизвестны. Вот Ялта там, в лучшем случае Севастополь, и все. А сейчас как-то меняется ситуация, развиваются другие регионы? Конечно, потому что в Краснодарском крае сейчас действует мораторий на строительство, и все уверенные в себе застройщики, они пошли, конечно, потому что курортная недвижимость нам знакома, и многие, даже агентства, извините, но из нашего любимого Сочи, они переезжают в Крым, потому что это сейчас очень интересная площадка для инвестиций, для продаж, для всего. А что значит застройщики пошли? Ведь они не боятся, ну, условно говоря, санкций. Но если мы говорим до событий 24 февраля, они уже тогда пошли? Ну, давайте так, что застройщики из Сочи, они уже пуганные. В Крыму очень легко строить. А если говорить вот о загородной недвижимости Крыма, насколько развита тема, ну, что называется, регулярных поселков, чтобы это была, ну, условно говоря, какая-то единая инфраструктура, не просто нарезали там, и потом хаотично каждый что-то делает? Я вообще благодарна Москве за то, что она, и вообще Петербургу, крупным нашим мегаполисам, потому что они задают темп, как нам нужно строить. Конечно, да, изначально, то есть пару лет назад это были хаотичные поселки, пожалуйста, разбирай, то есть это такой Шанхайчик. Сейчас, конечно, большинство покупателей, они ратуют за то, чтобы у нас были какие-то с единым архитектурным стилем. Да, за это можно переплатить, но люди, которые приезжают на отдых, им важно, чтобы у них это все было, конечно, красота и радовало глаз. Чтобы хотя бы что-то совпадало, там, забор единый, то, чтобы кровля была единая, или там, чтобы фасад забора был единый тоже. Ну, то есть, по крайней мере, какое-то единообразие должно быть. И сейчас все идет к тому, я вас удивлю, сейчас под Таманью, это, конечно, не Крым, но это рядом, под Таманью сейчас строится гольф-деревня, очень интересный, очень интересный концепция. Деревня-деревня и гольф-деревня, и при том она пользуется огромной популярностью. Ну, кстати, мы в Тамань собирались, потому что это тоже такой удаленный, если можно сказать, участок Краснодарского края, который однозначно тоже не отоценен, потому что он так на отшибе немножко находится. Там своеобразное море, будем так говорить, не для всех, не для тех, кто привык, что называется, купаться в Сочи или где там еще в Туапсе в Новороссийске, в Геленджике, и в Анапе даже. Там все равно оно немножко другое, более мелкое, более теплое при этом, но своеобразное. И, конечно, природа там другая, это уже больше степь. Но то, что вы говорите, это, безусловно, никуда не денешься, у нас в стране всего 600 километров моря, если не считать Крым. До присоединения Крыма у меня был друг из Краснодарского края, который говорил, у нас 600 километров моря на всю страну теплого. Правда, Владивосток не считал, там тоже можно покупаться, но, тем не менее, все-таки это очень далеко. И никуда не денешься, больше земли нет. Сейчас появился еще Крым, я не знаю, сколько линия побережья, но это такой достаточно большой участок и конкурент для Кавказского побережья, Краснодарского, если можно так сказать. То, конечно, те люди, которые, точнее, те застройщики, те агентства, те профессионалы, которые понимают, что в Сочи уже тесновато, не обращают внимания на вот эти территории, Тамань, Крым. Ну, еще Чек, он тоже имеет место, но вот опять, вы говорите по поводу моря. Море, море в рознь. Вот есть море в Сочи, есть море в Геленджике, есть море в Анапе, есть море в Крыму, там, кстати, несколько видов моря. И чем отличается? Ну, давайте первый фактор. Песчаная, не песчаная. То есть, кому-то нравится галька, кому-то нравится песочек. Вот кто хочет приходить чистым домой и вообще, чтобы была чистая машина месяц, чтобы забыть о мойке, это все, это каменистые пляжи. Но это нужно полюбить. То есть, естественно, это не отдых с маленькими детьми. Если это песчаный пляж, понятно, что это вот мы домой приносим весь этот песок, но тут еще есть несколько факторов. Если это мелководие, как вот в Анапе, допустим, да, то есть надо быть готовым к тому, что в самый жаркий день это все начнет цвести. И вот так вот будете отгребать зелень, будете отгребать медуза, спирулину. Ну, это спирулина, это водоросль такая. Но, кстати, в Крыму из нее делают очень успешно подушки, одеяло. То есть, она богатая йодом и как бы это, ну, как бы эко-белье считается, текстиль. Вот. Все, что касается западного побережья Крыма, там белоснежная песчаная коса, и там есть такой эффект, как море перевернулось. Благодаря холодному подводному течению там вода всегда немного прохладная, но вода кристально чистая. Там нет ни медуз, ничего. И если, допустим, входящие речки в море, это же тоже очень важный факт. То есть, купаться там, ну, я бы не рекомендовала, потому что очень много незаконной канализации. То есть, очень много ротовируса. Поэтому... Брасывается канализация в речку, а речку уже... Но я же не сказала какую-то новость. Ну, да. Я же не сказала какую-то новость. То есть, в Крыму это чистейшее море. Вот все, что касается западного побережья. Западного, да. Там нет ни одной речки. Западный Грым для тех, кто не очень хорошо ориентируется в географии, это если вы смотрите его на карту, это левая часть. Это запад. Собственно говоря, там город Евпатория для ориентира. То, что, наверное, начинает от Севастополя и выше. Да. Туда уже к берегам материка. Если говорить про землю. Есть ли на нее сейчас спрос? И кто ее покупает? Я могу так сказать, что в день лично я входящих... у меня средний входящий поток это порядка 60 звонков. В день? В день, конечно. Лично у меня сделок от одной до девятнадцати. Первый раз, когда... Нет, день. В день от одной до девятнадцати? Конечно. Первый раз, когда я привезла... То есть, удивительно, но Крым из Крыма вообще не продается. То есть, когда я заступила на должность в прошлом году, то есть, это такой пустующий офис. Это все такое... Ау! Можно это даже не показывать. И я думала, нет, не может быть, потому что я нормальный продавец, я знаю, как продавать, я умею, не надо обстоятельств меня убеждать, что я что-то разучилась делать. И я привезла этот продукт в Сочи. В Сочи за неделю, за четыре дня я закрыла 103 сделки сама. То есть, настолько... То есть, это как... Это вот как какой-то продукт уникальный. В том плане, вот как узбекские помидоры. То есть, в Узбекистане их никто не берет. А вот если привезти их в Москву, там, более на севера, то есть, это все берет. Кстати, по поводу овощей и фруктов. Овощи и фруктов в Крыму, они особенные. То есть, все бессемянные арбузы, они растут именно на западном побережье. Все, что связано с персиками, яблоками. Вот эти, кстати, самые богатые люди в Крыму, если топ-5 посмотрите, это все виноделы. Это правда, да. Ну, винодельческий бизнес, он вообще, скажем так, близок очень сильно к верхушке нашего государства. Поэтому такой своеобразный бизнес. Да, но именно бургундские сорта винограда, они растут в Крыму. Ну, в Крыму много что-нибудь. Одна только винодельческая компания «Массандра», которая имеет историю больше 100 лет. И тот же самый князь Голицын, который и в Крыму, и в Абрау-Дюрсо развивал это дело. Это понятная история. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!